У меня четко была задача вот именно стать либо чемпионом мира, либо олимпийским чемпионом. Неважно в каком виде спорта. Когда у меня была боевая винтовка, это калибр 6,5, на всякий случай она рельсу прошивает, вот такое мощное оружие. Она у меня хранилась дома под кроватью. У нас, чтобы попасть на чемпионат Советского Союза, нужно было такой отборочный сито пройти. А ребята, которые становились чемпионами мира, они не могли чемпионат Советского Союза выиграть. Владимир Барнашов из Омска. На Олимпиаде он побежит на одном этапе с олимпийским чемпионом Францем Хулерихом и выиграет у него. Это вообще-то вот века наша биатлонная, так сказать. Многострадальная, которую мы никак довезти дома не можем. Много приезжает сюда, больших начальников, много обещает. А пока вот все, что здесь стоит, это мы делали своими руками, своими друзьями, с моими напарниками, которые вместе со мной работали здесь. Вот это была наша идея, и мы ее сделали в таком виде, как он есть. Сейчас, чтобы все это привести в порядок, конечно, нужны и другие средства, и другие совершенно подходы. Первые мои соревнования на мои призы, это был 2001 год, и вот с тех уже 22 года мы здесь каждый год проводим. Владимир Барнашов, советский биатлонист, олимпийский чемпион 1980 года в эстафете, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и пятикратный чемпион Советского Союза по биатлону. Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России Барнашов подготовил себе достойную смену. Среди его воспитанников шесть олимпийских чемпионов. Я сам буквально 20 км отсюда, еще деревня Лизаны, я отсюда родом. Здесь, в общем-то, да, вот у нас все биатлонные баталии проходили здесь. Среди юношей, девушек, дети соревнуются здесь. Быстрый вот и был их первый, конечно, поэтому, ну, как говорится, им помогали в этом деле, и до сих пор помогаем, и будем помогать, сколько было у нас силы. Раньше это была моя работа, в месяц точно раз по пять, по шесть приезжал сюда, когда я работал в Омске, а сейчас вот последних уже полкушу, 13 лет уже. Реже, но бываю, раз в два месяца точно бываю. Ну, это, собственно, персона, тогда еще вот такой лохматый был. Тогда все лохматые были, тогда была такая была. Ну, да, ну, да. Это вот такой вот я точка. Вот вы? Слева? Это королева спорта была, по-моему, Полоградки. 72-й год, я там выиграл, значит, две дистанции, пять и десять километров. И вот интервью журналисты берут у меня. Первый раз они берут у меня интервью журналистов. Это вам сколько лет? Примерно. 21. Вот эта амбиция, в то время она, может быть, звучала как-то немножко, знаешь, нелепо. Сказали, ну, какой-то хвастунишка. У меня четко была задача вот именно стать либо чемпионом мира, либо олимпийским чемпионом. Неважно, в каком виде спорта. Для меня не было задачи там выполнить мастера спорта, мастерство в международном классе. То есть это все проходящее. Когда я только пришел с армии и начал об этом с друзьями делиться, ну, я понимаю, они мне ничего не говорили, так сказать, воочию. За глаза, наверное, говорят, ну, ладно, давай, давай чеши-чеши, рассказывай, сейчас посмотрим, что ты за чемпионом будешь. Наверное, это все-таки должен для себя спортсмен ставить задачу максимально. Получится, а не получится, это уже вопрос другой. Но поставить такую задачу нужно и необходимо. Вид спорта наш циклический, наконец-то так называемый. Циклик – это, значит, идет большая работа на, значит, напряжение на организм, на уровне, там, больших пульсовых режимов. И тут зависит от того, конечно, как у него, в принципе, здоровье позволяет. Предположенности есть у каждого. Если вот в свое время, значит, была такая сторона ГДР, там вообще просто детей полностью изначально тестировали на ранний уровень. Кто, какой вид спорта готов, параметры, всем по своим, значит, возможностям, энергетическим затратам и все прочее, прочее. И они определяли вот эти циклик. То есть это может быть дыжи, это может быть диатлон, это может быть там легкая атлетика, длинная дистанция, гребля. А есть которые взрывные такие, вот, допустим, это спринтеры или, может быть, тяжелоатлеты или вообще еще чего-то. То есть их распределяется разум. Вот у них это была прям целая политика государственная. Поэтому они, в общем-то, маленькая страна, но они очень мощно доминировали в 70-х годах. Это просто была одна из великих стран, которая в спорте на Олимпийских игр выиграла, очень много золотых не дали. Мы тоже пытаемся сегодня по каким-то, значит, вот в Акадане еще в детской спортивной школе, значит, смотреть, выбирать, кто из этих ребят, значит, более приспособлен, с кем можно работать. У кого запас энергии есть хороший, с кем можно дальше продолжать нагрузку. У меня дядька, у него лесник, у него это было хорошее, у него была двухстволка, тульская там. Я на него только любовался. Иногда он разрешал мне его подержать в руках. Это было для меня самое счастье большое. С класса 4-го мы уже начали там с ребятами ходить в лес, там где-то там белковать, где-то там, значит, зайцев в петли расставлять. Ну, ружье всегда с собой было. Она называлась она Бердана, 32-й калибр. У нее такой вот затвор такой же, как на винтовке. У меня был случай, наверное, уже там описан много раз о том, как я рысь встретил. Вот, значит, ну, это действительно страшно было. У меня висят, значит, на ремне два зайца, которых я поймал на петлю. По тропам расставляются петли, потом зайцы разогреваются. Зимой это было. Вот, попадает в петлю, значит, а потом охотник идет, проверяет их и собирает, значит. Вот, и поднял голову, она где-то, ну, метрах, может, 10-15 на сосне сидит прижалостно. Ну, перепугался, я начал Берданке щелкать, а она не стреляет. Она такая была, она такая была капризная, можно было три раза щелкать, значит, четвертая она выстрелит. Как вы знаете, в этом белое солнце в пустыне, в Петрухе там была винтовка, которая не стреляла. Вот, примерно, такая у меня Берданка была. Ну, перепугался, конечно, перепугался. В такой журнал, когда охотничья рассказывает, там очень много писали про охоту. Вот, я знал, какой зверь опасный, какой зверь не опасный. Даже в таком раннем, значит, детстве я уже знал про зверей больше, может, чем про людей. Такая достаточно большая была рысь, да. Вот, не знаю, или она меня испугалась, или я испугалась. Кто больше, но кто-то кого-то испугался. Она, вообще, убежала в итоге. Я пришел, рассказал дядьке, говорю, вот такая-такая ситуация. Он говорит, да, там есть рысь. Он говорит, вот, давай тебе ружье, эту подставь, пусть она там стоит. Ну, вот, с тех пор я начал уже ходить на охоту с хорошим ружьем. Это вот, опять же, к разговору о сегодняшних драконовских методах, которые у нас в стране применяются. Я имею в виду спортивное оружие. Оружие в целом, я согласен, тут должны быть очень жесткие требования. А спортивное оружие, это все-таки, будем говорить, профессиональное, значит, изделие, с которым занимаются люди, профессионалы. Когда у меня была боевая винтовка, это калибр 6,5, на всякий случай она рельсу прошивает. Вот такое мощное оружие. Она у меня хранилась дома под кроватью. У меня в командировку вписывали номер оружия, количество патронов. Еще патроны в нагрузку давали. Сейчас патроны не достать, а раньше в нагрузку давали. Они же тяжелые были. Два цинка тебе в рюкзак загрузят, и ты тащишь его, как горбатый верболет. Три медали с чемпионатов мира, они сейчас, значит, все в губке. Здесь есть медали с кубков мира. Тогда они были более скромные, чем сейчас. Сейчас это все по-другому. Я, плюс ко всему, еще пятикратный чемпион Советского Союза. Вот они все медали золотые. Ну, главная медаль, это, конечно, вот эта вот. 80-й код, Лейк Плэсид. Эстафета, наша четверка, непобедимая в то время. Потому что это уже была четвертая олимпиада, на которой проводилась эстафета. И мы все четырех мы выиграли. Со мной вместе, значит, выступали Володя Аликин, Саша Тихонов, я и Толя Алябьев. Безусловно, каждая медаль дорога по-своему. Ну, а олимпиада, есть олимпиада. Тут еще, что об этом говорить. Это самый главный старт всего, значит, всей карьеры спортивной. У кого-то она бывает один раз в жизни. У кого-то ни разу не бывает. У большинства ни разу не бывает. Таких, как Саша Тихонов, четыре раза было. Дыр дали еще больше, значит, восемь олимпиад. Поэтому тут, как говорится, все у каждого своя спортивная судьба. Но ведь, безусловно, золотая медаль – это самое дорогое, что есть у спортсмена. Поэтому для меня она, конечно, самая дорогая медаль. Тихонов отправил на этап Владимира Барнашова. Только сейчас появляется Франк Ульрих. Барнашов спокойно подходит на стрельбище. Итак, последний огневой рубеж на его этапе. Первый выстрел – промах. Второй тоже. В эстафете дается три запасных патрона. Лежа я отстрелял из пяти. На стое, значит, у меня было, значит, я из семи поразил четыре мишени. Осталось последний выстрел, последний мишень. Мажешь, значит, идешь на стропную коробку. За мной уже дышал Франк Ульрих. Это был такой очень сильный, мощный спортсмен в Германии, который тогда выиграл сприт. А в тех соревнованиях это действительно было такое мировое уровне класса. Я понимал, что вот сейчас, если я мажу, то все. Так вот, спуск у нас 500 грамм. Но мне он казалось, что у меня 5 килограмм, а не 500 грамм. Я так пытался аккуратно его обработать, чтобы, значит, не выдернуть пуль, чтобы она попала. А вот это, наверное, самое тяжелое, самое сложное выстрел. Все-таки я попал его. Итак, последняя мишень у Барнашова. И последний патрон. Закончил стрельбу, уходит на дистанцию, а Ульрих поразил только первую мишень. Я скажу, что в то время было сложнее пробиться на верхний уровень, чем сегодня. Было 11 спортивных обществ. Это армия, Динамо, ТРУ, ТСК, и пошло, 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 пошло. Каждое общество, это примерно то же самое, что сегодня сборная России. Плюс еще у нас было 15 республик. У нас, чтобы попасть на чемпионат Советского Союза, нужно было такой отборочный сито пройти. И уже на отбор, на чемпионат Советского Союза приезжало там порядка 150 человек. Это уже, то есть каждый был отобранный по своим результатам. А ребята, которые становились чемпионами мира, они не могли чемпионат Советского Союза выиграть. Поскольку такая была сильная мощная конкуренция. Сейчас, конечно, много видов спорта стало, и очень много доступных видов спорта. Видов спорта, которые не требуют таких энергетических затрат, не только такой большой работы, как требует биатлон и лыжные гонки. А вот биатлон еще связан сейчас вот с этими делами. То, что мы видим, стрельбище стоит, а на то и не тренируется. Потому что гвардия не дает разрешения. Я, допустим, когда приезжал домой между сборами, я в лес просто уходил, в лесу отмерял себе 150 шагов, весил мишень и стрелял в сосну. Вот все было в моем стрельбище. Я в 84-м году готовился к Олимпиаде. И даже по предварительным подсчетам я попадал на Олимпиаду. Мне даже старший тренер в то время, Виктор Федорович Паматов, объявил, что я на Олимпиаду еду, что я спринт бегу, по стафету посмотрим, как побежишь. Но потом, значит, в то время я говорю, что конкуренция очень большая была между армейцами и динамовцами. Я сам динамовец, поэтому у нас в это время преобразовало в команде больше динамовцев. Если бы меня взяли в команду, то практически мы с стафетом бежали бы динамовской командой. Могли бы бежать динамовской командой. Естественно, армейцы приложили максимум усилий, чтобы кого-то отодвинуть. Но поскольку я был в команде в то время самой старшей, ну, самый простой выход, ну, чего надо молодым дорогу. Два сезона, два олимпийских сезона, четыре года на Первую Олимпиаду, четыре года на Вторую Олимпиаду я бегал за сборную команду Советского Союза, я готовился ко Второй Олимпиаде, но не получилось. Но в этот же год сразу мне Викторич, когда вернулся с Олимпиады, он меня сразу пригласил в эту же сборную, где я был спортсменом, тренером. Но сначала я там был помощником один год, а потом уже стал тренером сборной команды. То есть теми ребятами, с которыми я бегал, уже с ними потом работал как тренер. Ну, я сам прошел эту школу, я много прошел Олимпиад как тренер. И скажу, что тренер переживает гораздо больше, чем спортсмен. Спортсмен все равно, он даже, он не ходит в штрафной круг, ему нужно в штрафной круг бежать, ему нужно потом на финише бежать, ему нужно работать. Конечно, потом, когда он уже отойдет, когда он успокоится, начнет, значит, уже анализировать свою гонку, и тогда он уже начинает сам себе корить или хворить, там, если, допустим, хорошо выступил или плохо выступил. А тренер вот их стартует сразу, допустим, 6 человек, и вот в течение полутора-двух часов идет вся гонка, у него тремор идет буквально все эти полтора-два часа. Поэтому тренер, конечно, переживает больше всех. Вот часто по телевидению говорят, что это вот психология. А что это такое психология? Это целый набор всяких подводнящих упражнений к этому, которые тоже спортсмены отработают до автоматизма, тогда психология никогда не сработает. У меня практически все мои ученики, если их будем называть, но все спортсмены, которые тренировались, стали олимпийскими чемпионами, вот в то время, когда я работал в сборной команды, вот они сегодня все работают именно в биатлоне, и у них сегодня тоже есть свои уже воспитанники, есть свои, значит, люди, которые добиваются успехом. Вот это и Валер Медведцев, там, значит, из-за тех, там, Дима Васильев, все в Санкт-Петербурге, там. Это Саш Попов, значит, в Белоруссии сейчас, значит, в Монголии работает по контракту. И многие-многие другие ребята. ПЕСНЯ Мне как-то и от бабушки досталось это. Бабушка меня пыталась заставить читать Евангелие, когда я был в четвертом классе, а там все было через яд, я прочитать ничего не мог, она меня в итоге выгнала. Как-то вот это все наслаивалось. Мама у меня тоже была достаточно верующий человек, поэтому как-то это у меня по жизни было постоянно со мной. Если вера есть, она есть постоянно. Такого не бывает, что сегодня я верую, а завтра я не верую. Или завтра у меня хорошо, и я забыл про Бога, и спасибо забыл сказать ему, что вот у меня все сложилось, все хорошо, прекрасно, а до этого у тебя было плохо. Ты до этого все молился, говорю, Господи, помоги мне в том, помоги мне в этом, помоги мне в этом. Раз случилось с тобой, и ты и забыл про это. Ну, что, это же я сделал. Я же Олимпиаду велел, почему здесь Бог? Нет, так не бывает. Субтитры создавал DimaTorzok Каждое утро, когда ты читаешь утренние часы и молитвы, ты всегда просишь за тех, кто тебе дорог, и кому ты хочешь, чтобы было исполнено то, что вообще у тебя есть на памяти. Мы не то что, даже, может быть, не обращаемся. Вот у нас плохо то, плохо это, плохо это. Мы где-то в душе переживаем, начинаем. Потом раз, стало хорошо. Мы даже порой не понимаем, от что это случилось, от чего это случилось. Ну, нам кажется, что, ну, все, мы пережили, перебороли, мы нашли в себе силы, так все прочее, прочее. Конечно, Господь Бог помогает тем, кто сам себя тоже не забывает. Поэтому в любом случае, все то, что происходит с нами, и хорошее, и плохое, это все от Бога. Вот мне очень тоже дорогая медаль. Это меня, орден Серафима Саровского, это церковная медаль. Патриарх Московский в Северной Руси Кирилл наградил мне эту медалью. За то, что я посчитал, что я за... Я хотя... Для меня это было неожиданно серьезное, очень большая. Вот. За то, что я построил в своей деревне церковь, он лично у меня вручает такую медаль. Перед каждой Олимпиадой страна проводящая проводит эстафету Олимпийского огня. Мы тоже проводили, значит, перед Олимпиадой в Сочи эстафету, и там нас всех, так сказать, олимпийских чемпионов опрашивали, кто хотел бы где принимать участие, в каком городе. Естественно, я выбрал свой город, Омск. С таким же факелом бежал, значит. Как раз последний этап был уже перед Соборной площадью. Там мы, значит, с губернатором зажигали наш символический Олимпийский огонь в Омске. Пешествие было, факт, очень интересный, красивый праздник был. Народ было очень много, это я уже удивился даже. Это было вечернее время, практически вся эстафета, которая проходила по городу, она была в живом кольце народа. Здорово, молодцы. Спорт, он не может какого-то одиночества испытывать. Он должен постоянно быть в таком, в круговороте, постоянно в каких-то обновлениях, в каких-то новых людях, которые новые имена, новые, значит, интересные соревнования. Поскольку я по роду своей работой, я постоянно езжу по всем соревнованиям. В России встречаюсь и с молодыми детьми, и вот сейчас у нас новая программа. Мы готовим как раз юноши для 30-го года. Собрали такую специальную команду, провели тестирование серьезное. И сейчас с ними будем заниматься, так, значит, периодически год от года там пополнять эту команду. И готовить ее будем к 30-му году. Даже если нас допустят на 26-й год, у нас команда сформированная, тут остается 2 года, и тут как долго ничего не поменяешь, там минут 20 с небольшим. А вот к 30-му году как раз надо сейчас уже думать и готовить. Мы выстроили наши внутренние соревнования по тем же, значит, по тем параметрам, как Кубки Мира. То есть Кубок Мира проходит в это время в одном стране, у нас проходит Кубок России в одном городе. И так у нас 9 Кубков Мира, у них 9 Кубков Мира, у нас 9 Кубков России. И ребята, в принципе, соревнуются в это же время, они могут как бы так виртуально сравнивать свои результаты. Безусловно, конечно, это не то, общая борьба, это, конечно, самое правильное, самое лучшее. Ну что сделаешь? Мы сегодня в таком ситуации. Сегодня Союз Бетлин с Россией достаточно хорошо поддерживает и финансов. Сегодня ребята, ну прямо скажите откровенно, мы уже с ними говорили, ребят, ну давайте посчитаем, вот сколько вы зарабатывали, значит, денег, когда вы выступали на Кубке Мира, и сколько вы сейчас зарабатываете. Лидеры сейчас получают больше, чем получали на Кубке Мира. Потому что там конкуренция сильнее, мощнее. Конечно, значит, мы будем очень сильно надеяться, по крайней мере, мы очень мы хотели, чтобы в 26-м году на Олимпиаду мы поехали. Мы как бы уже получили свое. И славы своей, значит, и внимания. Я был в Полегаево, несколько раз у него в мастерской был, вот, когда он там лепил. Я сначала отсылал фотографии, значит, это, значит, еще в лепке. Отсылал всем знакомым, никто меня не узнавал абсолютно. Говорит, это кто? Потом, значит, кто-то даже что-то состырил, сказал, что он очень на это, на это уж и похож. Вот. Я говорю, ну, ладно, значит, тогда будем считать, что это его псевдоподдвойник. Конечно, будет приятно, что сегодня такая идея возникла у нашего хорошего друга, нашего товарища. И он решил это сделать. Это здорово, конечно, великолепно. Но все-таки больше, я считаю, что это будет как раз для тех ребят молодых, когда они будут видеть вот воочию то, что вот эти люди здесь, они вот в Омске, они вот в Омске родились, они в Омске здесь, значит, жили, тренировались и вот достигли таких, значит, результатов. Значит, они поймут, что это, в принципе, ничего такого вот сверхъестественного нет. Надо просто чуть побольше работать, заниматься. Будет польза, я думаю, что будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!